Придать необходимое ускорение. Сергей Аксенов проинспектировал несколько строительных объектов, имеющих стратегическое значение для Крыма. По мнению главы республики, некоторые подрядчики искусственно завышают расценки и затягивают сроки сдачи строительства ради личной выгоды. Такие случаи Сергей Аксенов обещал пресекать на корню. Началась поездка с проверки строительства первого российского детского сада на 160 человек в селе Трудовое. В сроки сдачи объекта 1 сентября 2015 года подрядчик не укладывается. Заморожено финансирование. Финансирование было в сентябре месяце. Выделено порядка 30 миллионов. Писались письма в отдел образования Симферопольского района, в администрацию. Заказчик кто строительства? Мы непосредственно. Господь сельский совет. Все бессильные, говорят, что деньги есть, не знают, как их перечислить. Эту проблему глава республики пообещал закрыть в течение нескольких дней. Поставил конкретную задачу. С учетом всех корректив завершить строительство в этом году. Произошла замена юридического лица в договоре. До среды Симферопольский район все замены уже проведется. Среды финансирования в полном объеме вам будет открыто. Это я вам гарантирую. Считайте вопросы, раз повестки дня снят. В среду мне докладывайте. С Владимиром Евгеньевичем связь. В том, что финансирование открыто. Все, никаких вопросов в этой части не будет. Нет проблемы с финансированием строительства транспортной развязки на пересечении объездной автодороги и трассы Симферополь-Николаевка. Задержка строительства, по словам представителя подрядчика, произошла из-за необходимости корректировки проекта, связанной с переходом на рублевые расчеты и привязкой к российским стандартам строительства. Дорога 8,2 километра, это вторая очередь объездной дороги, от этой точки с выходом на Севастопольскую трассу. Была запроектирована украинским проектным институтом транспроект. Проект был выполнен на высоком уровне. На сегодняшний день, в сентябре месяце, было поручено фирме дороги Крыма проектному институту сделать корректировку. Эта корректировка на сегодняшний день не закончена. Объект в целом, включая печально известный провал на объездной, подрядчик обещает сдать в эксплуатацию в течение полутора лет. По словам Сергея Аксенова, отвечать за все будет одна организация. Сколько длина этого участка? 8,2 километра. 8,2 километра. И 4 путепровода. Ну вот один, я считаю, что он... Значит, Владимир, с жесткими сроками, значит, вот все административно, все вопросы решить, все обсудить. В среду принимаем решение, подписываем все окончательное соглашение, подписываем все с одним подрядчиком полностью на весь объем. Также Сергей Аксенов проинспектировал строительство водовода от Симферопольского водохранилища. Новая ветка позволит уйти от потерь воды из-за незаконных врезок и физического износа трубы. К этой трубе невозможно с несанкционированным подключением. Ну, то есть врезки незаконные исключены? Да, исключены. Ну, это нормально. И срок эксплуатации, гарантийный срок от 50 лет. 50 лет, да? То есть антикоррозийный материал. Ну, всем, чтобы мы работу один раз проводили. На этом объекте работа идет без сбоев. Строительство уже профинансировано на 70%. Протяженность объекта 2 километра 16 метров. Сейчас уложены трубы по факту 930 метров. От пикета 0 до пикета 9 плюс 44. Проводим в данное время гидротехнические испытания. Вот засыпаем это самое. Есть проблемы в работе. Мы их это самое устраняем. И на вторник готовимся опять давить. Опрессовывать. Опрессовывать. Проводим сами опрессовку. Потом уже официально приглашаем представителей эксплуатирующей организации и заказчика. Такие инспекционные поездки глава правительства намерен сделать еженедельными. Выезды будут неожиданно происходить. Для подрядчиков с целью увидеть реальное положение дел никто никого предупреждать не будет. Потому что сидя в кабинете, видишь совсем все по-другому. Все докладывают должностные лица, что все в порядке. И как только на место приезжаем, понимаем, что до порядка далеко. И такие ускорения придавать необходимы, к сожалению, к большому части наших чиновников. Будем делать это регулярно. Алексей Щербак, Игорь Демидов. Время новостей. Симферопольский район.